Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Закрыть нельзя оставить. Где нужно оставить запятую в истории с Рубцовским хлебокомбинатом? Помянули, будут ли в Барнауле восстанавливать здание конторы купца Морозова, сгоревшее год назад? Обнимайтесь, это полезно для здоровья. Сегодня Всемирный день объятий. Прокуратура Барнаула обнаружила массу нарушений в деятельности барнаульского перевозчика компании «Евробус Плюс». Напомним, поводом для проверки стала авария, которая произошла в конце 2018 года. За рулем автобуса 35 маршрута находилась молодая женщина. Она не справилась с управлением и въехала в столб. Пострадали 20 пассажиров. После ЧП работу компании «Евробус Плюс» проверили сотрудники прокуратуры совместно с представителями Государственной инспекции труда. Так, например, установлено, что работодателям принимаются на работу и допускаются к управлению транспортными средствами водителей без предварительного, обязательного психиатрического освидетельствования. Также скрыты факты недлежащего оформления трудовых договоров. Кроме того, было выявлено, что «Евробус Плюс» выпускает на линию неисправные автобусы. На устранение всех замечаний компании отвели ровно месяц. После состоится контрольная проверка. Дело прекращено. Барнаульский студент Даниил Маркин, обвиняемый за мемы в соцсетях, не будет наказан по уголовной статье. Такое решение сегодня принял суд железнодорожного района Барнаула. Однако пока Маркина не исключили из федерального списка экстремистов. Необходимо дождаться вступления решения суда в законную силу. На это уйдет 10 дней. После Маркину должны вернуть изъятую при обыске технику, а также восстановить доступ к банковским счетам. Отметим, что дело прекращено без возможности получения компенсации и права на реабилитацию. Напомним, Даниил Маркин попал под обвинение еще в 2017 году за размещенные на его страничке в соцсети мемы. Картинки якобы задели религиозное чувство двух студентам, которые впоследствии написали заявление в следственные органы. Рубцовский хлебокомбинат не закроют. Об этом заявил замначальника Краевого управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Кондыков. На предприятии организовали специальную проверку после того, как в сети появилась петиция в поддержку градообразующего предприятия. Ее подписало уже 1600 человек. В письме сотрудники завода заявляют о серьезных экономических проблемах комбината, в том числе и о возможном закрытии. Продолжит Анастасия Дороган. На грани банкротства сотрудники хлебокомбината в петисы слов не смягчают. С нового года больше 300 рабочих едва ли не в панике. Со слов одного из них, мастера цехов уже советуют искать новое место. Против возможного закрытия и горожане, многие из них годами покупают именно рубцовский хлеб. В таких магазинах я не люблю тот хлеб. Здесь хлеб всегда лучше всех. По вкусу, по качеству. А там, не знаю, пока еще не привыкла. Хлеб, булочки, торты. Завод – главный поставщик таких изделий для района и для города. Для рубцовска, к слову, это градообразующее предприятие. Но, со слов сотрудников, зарплаты их упали, выдают с задержками. Сырья не хватает. Бригада теперь производит не 20 тонн продукции, а всего 6. Но исполняющий обязанности директора завода Владимир Першин назвал непростую ситуацию зимними колебаниями на производстве. По его словам, комбинат не должен рабочим ни рубля. Долги завода комментируют просто. У кого их сейчас нет? Ранее в СМИ речь шла о 20 миллионах долга. Сырье, подчеркнул мужчина, есть. Но корень проблемы – сбытие продукции. Почему на площадках, центрах, магазинах нету нашей продукции? Это в ком, вина. Это вина торговых точек, а не наших. А у нас продукции мы можем выпустить 20 тонн. Это предприятие работает не в полную мощность, но это связано не только с самим предприятием, но и с тем спросом, который существует сегодня на рынке. Есть вопросы к маркетинговому поведению предприятия на рынке, потому что, да, с одной стороны, у них высокого качества производства хлеба, хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, но, к сожалению, многие потенциальные потребители об этом не знают. Таково заключение специальной комиссии, которая создана для оценки работы комбината. Помогут ли власти выстроить заводу политику продвижения и диалог с торговыми сетями пока неизвестно. Но представители комиссии заявили, сокращения людей не будет. Для ввода экстренных мер на заводе поводов нет. Анастасия Дороган, Марина Полежаева, Геннадий Лабзин. Наши новости. Ровно год назад Барнаул лишился одного из памятников архитектуры, образца деревянного зодчества. Пожар полностью уничтожил старинное здание конторы купца Морозова. И собственники до сих пор его не восстановили. Сегодня активисты провели необычную акцию в памятистроении. Подробности у Ильи Кочеткова. Прощай, дорогой наш памятник архитектуры, наши достопримечательности. В стакане для этих символических поминок, конечно же, простая вода. Но скорбь на лице Данила Дегтярева неподдельная. Напомню, 21 января прошлого года деревянное здание начала 20 века полностью сгорело. Причины до сих пор неизвестны. Прошел год, а на месте здания все те же руины, огороженные забором. Хотя собственник, согласно закону, обязан начать восстанавливать объект. Закон на стороне памятника. Закон предписывает собственнику восстановить. Если это сгорело, восстановить памятник истории культуры, памятник архитектуры. Этот же закон запрещает строить здесь что-то иное. С одной стороны, активистов это успокаивает. С другой, они опасаются, что из-за бездействия властных структур и несовершенства законодательства контора Морозова может разделить судьбу многих барнаульских памятников. Многие из них до сих пор не восстановлены. По многим объектам надо опять же проводить экспертизу. А у объектов, допустим, нет собственников или у собственников нет денег. И государство ничем помочь не может. Самые крупные, самые известные объекты, как они вот простаивают, так и простаивали. Вот у нас Суховский корпус, дом купца Паскотинова. Все так же, все по-прежнему стоят сгоревшие остовы. Активисты считают, шансов вернуть Морозовскую контору немного. Акция скорее способ привлечь внимание к проблеме. И, возможно, спасти от печальной судьбы другие, еще относительно невредимые памятники. Илья Кучетков, Николай Шилко. Наши новости. Есть ли шанс вернуть историческое здание к жизни, мы решили узнать непосредственно у его владельцев. Их у Морозовской конторы сразу трое. К сожалению, дать комментарий согласился лишь один. Он уверяет, что на реконструкцию необходима огромная сумма. Так что в ближайшее время здание точно не появится. Как нам рассказал Калояр Кувшинников, чтобы создать и утвердить проект, а затем построить копию здания, требуется от 30 до 40 миллионов рублей. Таких средств у собственников нет. Помощи от государства не дождались, хотя рассчитывали на нее. Для восстановления этого здания я бы предложил ввести в состав учредителей новых членов, инвесторов. Но мои компаньоны воспротивились этому. Видимо, у них есть свои интересы на эту землю и на перспективы развития. Сейчас, по словам Кувшинникова, он ведет судебные тяжбы с бывшими коллегами, которые мешают самостоятельно искать новых партнеров. Заметим, согласно подписанию Алтая охранкультуры, здание восстановить следует уже до конца 2019 года. Когда сроки выйдут, возможно, его собственникам придется выплачивать штрафы. Великий праздник Крещения отметили в минувшие выходные миллионы россиян. Жители Алтайского края этот день провели не только с молитвой, но и присоединились к обряду погружения в освященную воду. На что способна сила веры, посмотрели и наши корреспонденты. Господи, очисти грехи наши, владыка прости, беззаконие наше. Здесь такое прощение как будто особенно необходимо. Верующие Барнаульской колонии терпеливо ждут освящения воды. Тело дрожит, но мысли о холоде гонят прочь. Думать нужно о другом. Когда человек попадает в такие ситуации, допустим, как в тюрьму или еще какую-то сложную жизненную ситуацию, ты сразу обращаешься, в первую очередь, к Богу. Ну, кроме него, пусть не на кого надеяться. Именно за решеткой мужчина обрел веру и теперь каждую субботу читает Писание всем желающим. Для него, как и для других, этот обряд священен. Выполняет его вдумчиво. Классно. Ощущения просто обалденные. Прохладненько-то? Нет. Вот самое интересное, вы заметите, все выходят и полотенца не берут, не вытирают. А в это время у Знаменского монастыря верующие Барнаула отправляются в крестный ход. Важный будь, когда каждый обдумывает свой прошедший год и дает себе обещание, чтобы подготовить к обряду и мысли, и тело. Очень торжественно, красиво и здорово. Частохое купаетесь? Ну, в молодости купалось, сейчас уже нет. Вы купаетесь? Каждый год. Почему такая традиция в вашей семье сложилась? Ну, как-то сверху пришла потребность такая и все. Уходить в воду с головой или по плечи здесь не так уж и важно. Значение имеет настрой человека. Те, кто не смог окунуться в ледяную купель, пьют освященную воду. Считается, что она лечит даже самые тяжелые заболевания. С бутылками и сосудами к купели тянулись весь день. Мы освящаем воду для того, чтобы вот эта святыня при ежедневном употреблении укрепляла наш дух, укрепляла наше тело. И мы имели больше сил для того, чтобы поддерживать в себе христианский дух. По примерным подсчетам в алтайских купелях искупалось 50 тысяч человек. Кстати, среди желающих окунуться в этом году было больше новичков, чем обычно. Должно быть, помогла непривычно теплая для крещения погода. Всего минус 10 градусов. Анастасия Драган, Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. Подарок своими руками волейболисты университета проиграли уже, казалось бы, выигранную встречу. После финального свистка главный тренер барнаульцев Иван Воронков раскритиковал игру некоторых своих подопечных. Такая осечка с прямым конкурентом может стоить недобора ценных баллов на финишной прямой. Кирилл Политов в пассивном выходном предпочел поход на волейбол. Это один из первых визитов уже в новом статусе министр спорта Алексей Перфилев. Сейчас словно ревизор. Очередь дошла до волейбола. Смотрит, анализирует, делает выводы. Один из самых очевидных. Университет, самый бедный клуб в своей лиге. Обещает помочь. Нас услышали. И со стороны и губернатора, и правительства Алтайского края выделены дополнительные средства, которые должны удовлетворить в первую очередь тех, кто действительно бьется, борется. И, собственно говоря, если мы говорим на сегодня о наших клубных командах, то у нас потенциально ресурс есть на то, чтобы восполнить то, чего не хватало долгое время. На долгое время именно такой прогноз дают врачи по поводу сразу двух ключевых студентов Алексея Карпенко и Константина Порошина. Отсутствие их на паркете против академиков из Казани в итоге сказалось на результате. Особенно это стало заметно во втором матче серии. В нужный момент университету не хватило запаса, чтобы дожать соперника. Это, так скажем, игра неиспользованных возможностей. То есть все было в наших руках. И вот такое безвольное, можно даже сказать, игроков некоторых, которые не доиграли матч до конца. Проще было бы, говорят игроки, если бы в клубе был необходимый набор медикаментов, закупка препаратов – тот вопрос, с которым волейболисты хотели бы обратиться к министру спорта. А пока же барнаульцы играют далеко не в оптимальном составе. Отсюда осечки. Медицины вообще никакой нету. Чисто на своих домашних пирогах, так сказать. Хотелось бы немножечко вложений. Искали глазами министра на ВИП-трибуне. Оказалось зря. Чиновник предпочел смотреть матч без пафоса. Правда, к тому времени, как университет стал проигрывать, Алексей Перфилев покинул зал. Возможно, отвлекли важные дела. Команда Ивана Воронкова не берет Казань 2-3. Это во втором матче. В первом, наоборот, празднует победу 3-0. Впереди все так же в домашних стенах грозный-грозный и нередко зажигающая искра. Все эти команды – прямые конкуренты университета за заветную шестую позицию в чемпионате. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Обнимайтесь чаще, обнимайтесь на здоровье. Сегодня Международный день объятий. Этот необычный праздник родился в Америке, но очень быстро завоевал любовь во всем мире. Елена Кузовкина решила выяснить, любят ли барнаульцы обниматься и какая от этого польза. Психологи советуют обниматься от 7 до 14 раз в день, чтобы не испытывать, и есть такое понятие, тактильный голод. А вот ученые выявили, что обнимашки стимулируют работу центральной нервной системы, повышают иммунитет и уровень гемоглобина в крови. Проверим. Если уровень гемоглобина без лабораторных исследований не определить, то уровень эмоционального подъема вполне реальна по личным ощущениям. Следуя рекомендации специалистов, мы решили заключить в объятия не менее десятка прохожих. И что любопытно, ни один нам не отказал, а судя по реакции, тактильный обмен энергией барнаульцам по нраву. Вы уж сегодня обнимались? Нет, не обнимались? О, давайте обнимемся. А взаимно? О, так, какие же я чувства-то испытываю. Ну, в общем, позитивно. Вам как? Ну, обнимайте меня крепче. Чего? Вы сегодня можно смело это делать, без всяких интимных подвохов. С праздником вас! Известно, что у человека несколько каналов восприятия окружающего мира. Зрение, слух – это основные. Есть еще кинестетика. Но она с возрастом уходит на второй план. Больше всего в прикосновении объятиях нуждаются дети. По наблюдению врачей, ребенок, который недополучил внимания и ласки, может со временем стать замкнутым и психологически неустойчивым. Любая положительная эмоция, она воздействует на организм. Вообще даже говорят, что объятия лечат. Поэтому, когда у вас психологический комфорт, когда у вас умиротворенность, тогда, конечно, и организму лучше. Спокойствие наступает, гармония. Кто придумал день объятий и почему для этого праздника выбрали именно 21 января? Достоверной и точной информации нет. По некоторым данным, идея принадлежит американским студентам. Очень быстро праздник завоевал любовь во всем мире. И пусть он пока не официальный, но мы сегодня убедились – очень приятный. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. И в завершении выпуска «Погода» спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. Во вторник в крае по-прежнему довольно тепло. Возможен снег. В Бийске до 4 мороза, в Рубцовске до 5, в Белокурихе 7 ниже 0. В Барнауле ночью до 9 мороза, днем снег и около 3. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи.